Запись пошла, дорогие друзья. Я рад вас приветствовать. Вебинар в этот раз опять своеобразный вебинар. Он идет в записи. Уж никак не удается сесть к экрану и побеседовать. Ну, ничего страшного. Самое главное, что мы общаемся. Таким образом, я предполагаю, что сегодня удастся выставить этот ролик благодаря моим ассистентам Алексею Яковлеву. Я бы с вами хотел поговорить на какие-то основные моменты. Что произошло? Тезисы в прошлый раз были выставлены. Я сегодня прокомментирую в основные некоторые пункты, на мой взгляд, вас. Я это обещал. Теперь хочу поделиться с вами информацией. Она должна вот-вот-вот появиться, если уже не появилась. Мы просто не будем следить за тем, что происходит в эфире. Мы были с нашими партнерами, возможными партнерами, теперь уже подписантами, партнерами из Аргентины, на парке, в Минске, встречались, подписали меморандумы по сотрудничеству, обсудили возможный вариант для ответственных проектов. Это была основная цель. И в течение недели обменяемся нашими обратными связями, что и так мы видим в дальнейших планах, в дальнейших действиях. Но факт то, что сейчас пока остается как бы открытым, будет ли это адресный проект, пилотный проект в Аргентине, там есть три варианта, мы будем сейчас их озвучивать. Проект будет транспортная, извиняюсь, грузовая трасса и вероятный небольшой участок пассажирской. И не исключено, что это будет трасса на канадских островах. Если бы мы сегодня сидели и выбирали, то в принципе это был бы как раз канадский проект, потому что или это на Кран-Канаре, или на Кеннерике, потому что там есть наибольшее количество предпосылок, которые позволяют сегодня принимать решение, что давайте, начиная минициацию проекта. А какие последствия? Первое, то, что есть жесткая необходимость в современном транспорте, там есть только автомобильные дороги. Вот. Они неплохие дороги, но для туристов там очень много, ну, скажем, нюансов. Но там есть туристические объекты, в том же самом деле, если мы берем, например, Кумирик, там есть Мулкан, до Мулкана добираться, ой-ой, как мне, уютно. На автомобиле обычно коллег на автомобиле. Это различные автобусы, экскурсионные дороги. Вот. И плюс там есть масса еще разных других туристических объектов. Если правильно построить, выбрать трассу, то, ну, как бы, власти этих островов, они видят в этом перспективу, в первую очередь, даже уже просто для привлечения туристов покататься на Скайвей. Вот. Плюс есть финансирование. Причем финансирование, уже определенная часть выделена, и остальная часть, это, ну, скажем, подготовки проекта. Вот. То есть, дело движется. И как вы видите, значит, не только мое внимание и не только мои ресурсы, человеческий ресурс привлекается сейчас в другим делам. Сегодня, вот я буквально через, сейчас идет запись, через три часа я сяду в самолет и учу в Братиславу. Там, в Словаке, где будет у нас встреча с лидерами, которые будут обучаться два дня. Я в том числе буду участвовать, потому что там затронута будет тема очень важная. Я считаю, что это случится никогда не поздно. Вот. Это тема переговоров, введения переговоров. И я хочу сказать, вот буквально, знаете, вот в кассу идет обучение, а идет в кассу. Мне буквально пришла недавно информация, я читал про, значит, управление регионами в Редневрине. Был такой, есть интересный труд. И мне бросилось в глаза, что военно-начальники, в нашем понимании, начиная от самого маленького лекаря и кончая руководителями региона, скажем, императорами или самым главным маршалом региона, каждый должен был иметь подтвержденный навык вести переговоры со своими подчиненными и с высшим начальством. Навыки затверденные. То есть, если для этого не было, то не было стать гинекаритером, не самым главным регионером. Вот. Это очень важно. Так что, не говоря, а это было когда-то, мы еще далеко до нашей эры. Поэтому это и сегодня актуально. И дальше, естественно, там будет у нас встреча членов управления. Там мы будем также обсуждать дальнейшие шаги и целый ряд деталей, организационно-правовые детали по созданию Всемирного фонда Экопланета. Вот. И Центра адресных проектов. Потому что фрагмент, о котором я вам вначале рассказал, это встреча с представителями Аргентины. Только цель основная, если вы у меня спросите, зачем ты масло поплешься в микс? Для того, чтобы отрабатывать варианты ближайших адресных проектов. А зачем адресные проекты? Ну как зачем? Я неоднократно показывал это для того, что мы уже вынуждены, обязаны работать на катабелизацию технологий, которую мы еще сегодня только инвестируем. Теперь, что нам еще предстоит сделать, и что я очень важно хочу отметить о тех тезисах, которые я вам представил. И потому что это очень существенно сегодня. Вот. И хотелось бы об этом во всем с вами поговорить. Значит, я сейчас это открою у себя. На экране у меня запись идет в том же самом режиме. Я могу смотреть, с вами говорить. Значит, что важно. Я не буду говорить о том, что там было в первом пункте сказано. Вот в втором пункте, например, то есть предстоит завершение строительства трассы для сертификации высокоскоростного транспорта и проведения испытаний, связанных с сертификацией на основе народного финансирования. То есть нам этот проект дадет. Анатолий Багович на экофесте в частных беседах он чуть-чуть поговорит. Дорогие друзья, нам этот проект надо завершать. Да, нет возможности нам это делать. Нет возможности, если она нам не подходит. Больше делать это в Марины Горке. Будем делать там, где адекватировали в Эмиратах. Там все для этого есть. То есть это надо здесь делать. Кто будет? Да, это часть нашего проекта. Это часть нашего бизнес-проекта, часть нашего проекта. Поэтому это значит, что таким образом, чтобы завершить, нам надо завершить 15 этапов. И здесь даже я бы сказал так, что сегодня даже нам не интересно, особенно сюда инвесторов, которые скажут, «О, давайте мы запроем на 15 этапы». Они скажут, «О, когда есть высокоскоростная технология, если вы строите, если вы красный, в раз, мы хотим быть, скажем так, или мы вернем. Такое имеет место быть». Поэтому выгоднее и правильнее сделать то, о чем мы договорились в самом начале, довести все 15 этапов нашими силами до конца. Максимально минимизируя, максимально минимизируя какие-то вторжения здесь в наши права. Это значит, что нам нужно довести инвестиционное обеспечение проекта до его завершения. Какое правило? Эко-технопарк. То есть, сертификация основных видов технологий. Значит, здесь к этому я могу прокомментировать следующие вещи, что часто появляется там у людей, ну, кому-то там близко, допустим, эко-тематика, эко-тематика. Нам всем это близко. Кому-то более близко. Через что? Через эту пищу, через это поселение. Вот недавно тут прошла информация, значит, запрос сделали инициаторы, значит, трассы там до Ивладовского озера и так далее, и так далее. Да, эта тематика интересная, это поселение интересное, но фокус мы не имеем права сегодня сводить, потому что главенствующим или стержнем, или стволом всех, представьте себе, дерево, основное, что было жило, это стволу тормяк. Что такое стволу тормяк? Это транспортная технология. И вот уже ветки наращивать туда, различные там, технополисы там, поселения, линейные города, это все будет, как бы, исходить из технологий, из строительства трасс, из высокоскоростных трасс, из межгородных трасс, как правило, они в основном будут все высокоскоростные. Я сегодня позволю себе предположить, потому что это вот выходит, и, по-моему, где-то даже в Министике я потом сказал, что, вы знаете, вот потом я про проект реализую, уже несколько, как бы, дополняется схема, предполагаемая схема введения и строительства высокоскоростных трасс. Потому что, в первую очередь, я уже говорил, что не по 500 человек будут ездить, а от 3-х там до 15-ти, до 20-ти человек правильно, и это очень правильно, кстати, с точки зрения безопасности. Плюс мы сертифицируем высокоскоростную трассу на 500 километров, до 500 километров в час, и готовы будем приступить к подготовке сертификации до 1200 километров в час. Это совсем другой вид транспорт. И поэтому на дальние расстояния, там, от 1000 километров, или, ну да, где, например, на 1000 километров и больше, целесообразно уже осуществлять таким вот видом высокоскоростного трасса. Это реальность. Поэтому это все отдельные вещи, это другие уже темы, другие проекты. Поэтому нам нельзя распыляться. Много идет разговора об этом об этом. Это все другие истории. Это фермы. Я вот, Никитин Судья, я показывал дерево, где там много-много, я сейчас глотнулся, много-много, почти спелых яблок растет. Прямо вот ветки сгибаются, подтяжки. Даже я несколько яблок там везде посылал, чтобы ветки не так нагружены были. Вот. Прекрасно все растет. Там земляника, мудника, виноград, вовчевые культуры, там, то есть все это растет. Это все будет. Но самое главное, как и приезжать на трассу. Это нельзя. В общем, так же, как и на трассу, ну, как бы, приинвестировать. Теперь, значит, следующий пункт, который очень важный здесь, было бы представить, пройти этапы реализации пилотных адресных проектов для наработки опыта строительства различных объектов по технологии стайбей и развернуть систему строительства транспортных структур и инфраструктурных объектов. Да, сегодня мы теоретически знаем, как это делать. Сейчас подготавливают эти пилотные проекты, которые мы сейчас делаем. Не знаю, что это подписано. Причем, об этом подписании тоже был целый ряд дискуссий, ну, скажем, мнений. Кому-то нравится, чтобы это был бы торжественный стол, чтобы музыка играла, знаете, как в ЗАГСе, типа того, вот, чтобы бумаги были подписаны, значит, руку пожали бы все и так далее, торжественные, и так далее. И не нравится, когда это сделано на коленке. Но вы понимаете, что очень важно выбирать, подписать вообще или подбирать место подписания, понимаете? Поэтому время не терпит. Это показывает, что подписан был сам Бернафин, я имею в виду, договор, ну, соглашение, значит, и, вернее, протокол по действия в связи с этим пилотным проектом был подписан как бы в процессе эко-отестра. Это даже символично, на мой взгляд, вот, и здесь не существенно. Ведь нам надо не потемкись в деятельности, а реальный проект делать, не затягивая, потому что с этим проектом мы его, вернее, подписание, мы уже готовили целый месяц. Поэтому некогда было садиться за стол, торжественно это делать. Это не обрабатывание, это просто пояснение, чтобы мы понимаем. Поэтому важен сам процесс, его динамика. Вот. И отрабатывание различных строительных объектов. Разные объекты, они имеют разные технологии, придется дорабатывать на местах технологии. Вот уже талантский проект это четко показывает, что есть участки, которые сегодня потребуют, потребуют места физмологические, да, они потребуют цели дополнительной отработки, уже здесь на месте это будет, когда дело дойдет до проектирования, до проектирования трассы. Мы сегодня не проектируем трассы, мы сегодня прокладываем, инициируем возможные трассы. инициируем сам проект, инициируем в него бизнес-описание, инициируем составление белой бумаги под размещение и так далее. В процессе, могу вас порадовать, в процессе этого я уже сам верновильно обошел, я еще не знаю там, что будет если там есть своя рабочая группа, я только являюсь динамикацультантом, и мы являемся динамикацультантом. Вот. А здесь я могу сказать, что в процессе подготовки мы решили, что целесообразно, всячески целесообразно, делая так называемые два проекта, условно говоря, проекта-близнеца. Тайные и Хельсинки, аналогичный пилотный проект, который позволит там решить определенный участок в классе. Сейчас и будет подготовительная работа для обсуждения, которое начнется в начале сентября в Хельсинки. То есть, видите, все в динамике, поэтому это все мы отрабатываем, это все записывается на скрижане, и это будет даваться на обучение, это будет использоваться в дальнейшем при уже подаче на поток этого процесса. Почему я, как радею, уже и вам рекомендую все больше и больше тех, кто пожелает? Всем не надо здесь, значит, как шерочки, смошарочки, бегать, грудь за грудь, каждую дырку в ростом деле. Нет. Кто заинтересован в адресных проектах? Это касается тех, а остальные просто для знаний, для информации, для понимания. то, что практически отрабатывается сам процесс и делается подготовка для чего? Подготовка процесса, настраивание процесса, поступление капитализации на штуки, поступление в конечном итоге, доходов, и в конечном итоге, отчисление прибыли и деление этой прибыли, а и отделение от миллионов 20% на дивиденды нашей уникальной компании Евразия, Нарелс Калисийс Моним 2, акционерами которых мы являемся. Кто-то, кто пришел позже, является сейчас так называемым в регистре компаний Евразия, Нарелс Калисийс Моним 2, но на таком-то моменте для залога используются акции Евразия, Нарелс Калисийс Моним 2, и когда маленькое замечание или бемарка Когда мы обсуждали с аргентинским, это советник, он сам юрист, когда он прослушивал эту систему, как ведется эта работа, он увидел, что у вас в балансе нет кредитной линии, у вас кредит новый. Как вы это делаете? Когда мы вознесли, он говорит, что неплохо придумали, ребята, эту систему, что вы так сделали. Причем, смотрите, насколько он повторил это. Это очень дорогого стоит. Он повторился, смотрите, насколько вы надежны для акционеров построили систему. Он говорит, что мне это очень сильно повысило вашу авторитет. Прямо как я сказал. Так что здесь это очень важно. Далее, что еще я хотел здесь сказать. Организация системы копирации инвесторов. Вот шестой пункт. Организуется система копирации инвесторов Skyway на проектной основе для усиления их потенциала. Заметьте, я сейчас расскажу, что я здесь могу. А также для создания фонда копирации социальной защиты, который ориентирован на различные свои усиления. Вы знаете, я рассматриваю, я поставил себя на место, и мы поставили каждого из инвесторов на место вот такого-то простого обычного инвестора. Что позволит система копирации, которая может в рамках фонда, Всеверного фонда Экопланета, позволит сделать этот центр? Он пока был на схеме назван центром копирации инвесторов, но этот центр, он спормируется, и при нем будет фонд. У каждого будет возможность участвовать в этом фонде, и это даст ему возможность потом получать благо из этого фонда. С одной стороны, туда надо что-то внести, а с другой стороны, мы создаем, он начинает, например, что я могу туда внести? Самое простое, я могу туда внести количество акций. Это даже ничего другого, не внести 100 акций, 10%, 3%, по-разному может быть. Но что это даст? Это даст возможность, что мои акции так работают, но когда я их внес в фонд, я создаю так называемый фонд, который нужно, вот последний раз, который ориентирован на различные свои усиления. То есть мы начинаем двигаться, не спрашивайте меня, сегодня подробно вам не могу сказать, я просто в детали представляю себе, мы этим делимся друг с другом, мы это продумываем, что наша святая задача, войдя и построить эту технологию, из получаемых доходов, создавать так называемый фонд поддержки тех, у кого возможности такого нет. Обычный рабочий, который нас обслуживает, парикмахер, там еще кто-то, на пенсию ему сильно надеяться не приходится. То есть, короче говоря, наша святая задача подвести таким образом, дать в общество такой посыл, который позволит создавать так называемое создание социального благополучия многих слоев населения. Нет униярцев, нет, просто людей. Государству некогда и нечем будет беспокоиться в ближайшем будущем о пенсиях людей. Поэтому наша задача это тоже делать. Ну и плюс, естественно, думать и по себе о своих будущих поколениях. Акции это обеспечит, но такой фонд даст еще возможность. Привлекая людей, причем тем более, это очень хорошо можно будет делать, мы теперь спускаемся или выходим из нашей основной головной технологии, выходим на уровень атериаторских проектов. Ну и, например, Таллинский проект его финансируем, будем уже делать таким образом, чтобы еще иметь возможность людям, которые будут осуществлять, входить через токены в монетизацию этого проекта, плюс стали бы участником этого фонда. Потому что здесь, кроме трассы, транспортной трассы, будут создаваться инфраструктурные объекты, прочие объекты. И это надо делать нам самим. Получать с этого доходы, получать прибыль и этим делиться. И это святое Бога дорогие. Друзья, наступает такое время. И только тогда будет всем благополучие и процветание. Далее. Это я в общих чертах только сказал, если можно, если часами говорить на пути. Значит, девятый пункт, о котором я хотел сказать тоже. Готовится организационно-правовая основа и будет задействован процесс апробации ограниченного объема выкупа акций от инвесторов. Все спрашивают, что у нас вот там так накрутили? Мы спросили, как это понимать? Что такое ограниченный объем, обмен, выкуп и так далее? Дело в том, что на каком-то периоде, скорее всего до конца этого года, будет создан такой фонд, который позволит начать этот процесс. Его только надо юридически правильно сейчас опорнить, чтобы потом никто ничем, нигде, никогда не обменив. В первую очередь, Анатолий Горчик, в первую очередь, ту компанию, которую фонд будет представлять и осуществлять этот процесс. Не в пирамиде, не в каких-то других коммерческих и коммерческих и коммерческих и коммерческих веках финансовых тем более. Вот это делается. Готовится, значит, это будет. Одиннадцатый пункт. Следует объяснить, что... Вот были вопросы, я их прямо отобразил в прошлых тезисах. Повторюсь здесь, что следует объяснить, повторяюсь, что нет ни старых, ни новых инвесторов. Есть инвестор, неважно, когда ты инвестируешь. В 2014-м, там, в самом начале, в конце, в 2016-м, в 2017-м, в 2015-м. И просто инвестор. Если ты довел свою инвестицию, реализовал свой пакет и довел ее, а компания Capital, это и всякие другие компании, и, значит, СВИД, они обеспечивают доведение. Нам надо просто посоветить, поскольку, да, действительно, в реестре компании наши залоговые акции были бы записаны, как бы, зарегистрированы, правильно сказать, зарегистрирована конкретно лига инвесторов. Все. Поэтому нет никакой разницы, когда была произведена инвестиция. На момент инвестиции действовало, и там возникает вопрос, а вот были такие договора, были вот такие залоговые, незалоговые, обучающие, пакетно обучающие. Это никому не интересует, дорогие друзья. Есть процесс, если это доведено, подпольно это никак не сделать, если это доведено, значит, договор выполнен, он теряет свою силу с момента занесения в реестр. Реестр. Понятно? Это точно так же, как с покупкой машины. Как только занесли в регистр, все, никого не интересует, у кого, как ты купил. Вот и есть регистр, на то время занесена машина, она твоя. Все. Ну, так, условно говоря, почти такая же схема. Поэтому здесь не стоит не думать, не что-то это самое, какие-то там варианты, придумывать, усложнять, ничего не надо. И четвертый, двенадцатый пункт. При внедрении технологии и строительстве объектов в ставе будет применяться метод создания кластеров, взаимосвязанных и дополняющих друг друга компаний и обеспечивать на более выгодное и эффективное функционирование проекта на всех его стадиях. Общие слова конкретно. Что такое кластер, я уже говорил, скажу еще раз. Кластер это так называемое сообъединение или же сотрудничество взаимодополняющих юридических, частных лиц, взаимодополняющих какой-то процесс. Как это в нашем случае выглядит? В нашем случае так и выглядит. Есть, например, ведущая технология, это транспортная технология Ставиль. Мы строим трассу. В чем мы заинтересованы? Как мы создаем кластер? Предположим, это между городом А, между городом Д. Или, например, между Таллином и Санкт-Петербургом. Мы начинаем смотреть. А, трасса проходит таким маршрутом. Там есть какие-то поселения, есть какие-то там фермы. Значит, вот здесь имело бы смысл, значит, развить, скажем так, доразвить, построить поселение современное. Сегодня это просто, если на реку от Таллина в 25-30-40-50 километрах строится какое-то, скажем, ну, не поселение, а строится какой-то коттеджный поселок или еще что-то, это абсолютно бурь, к сожалению. Многие едут туда, едут обратно, там у них не работа, ничего нет. Они туда ездят ночевать, шашлыки кушать, в баню ходить, едут обратно на работу и так далее, и так далее. Мечутся, детей надо возить в школу, там ничего нет и так далее. Здесь создается кластер, когда начинают смотреть. Ага, здесь есть обучение. Транспортная система позволяет людям передвигаться, им не надо беспокоиться. То есть транспорт единственное, что сегодня не давало и не дает пока, значит, возможности создавать такие современные поселения. А кластер, он позволит, значит, и обучение организовать, и торговлю, и фермеров объединить. Не надо там начинать это делать через какие-то там компании, которые поставляют продукцию, и фермер получает столько, а компании получают столько, понимаете? А кто оплачивает? Оплачиваем мы, кто в этом поселении живет. Плюс не надо будет ездить в город на работу, там можно спокойно создать, естественно, технополис или какой-то технопарк, который будет давать работу и так далее. То есть вынести, если раньше переходили все производства в центры города, сейчас это можно выносить на периферии, и способствует этому будет артерия транспортная, дерево, ствол, стовей этого кластерного дерева. И там остальное начинают друг друга наращивать. Там начинают ручной работать, кузнецы начинают, пучок, 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 пучок. То есть это таким образом работает. В городе точно так же. Кластерный принцип. В точке А, в точку Б. В точке А создается парковочный центр, торговый центр, аренда автомобилей, велосипедов и так далее. Приехал, запортовался, парк и драйк. Запортовался, дальше как двигаться? Приехал на машине, оставил ее. Дальше садишься на велосипед, поехал на велосипед, где надо. Садишься в электромобиль, арендовал карточкой, скайвеевской карточкой, чок, проехался куда надо, оставил ее там. Или потом вернулся обратно, уехал, сел в машину и уехал. Или набрал, тебе приехал так называемый электровайдер. Или бидер, или убер, извиняюсь. Он приехал, тебя посадил, куда тебе надо отвез. Я с таксистом вчера в Беринусе ехал. Я ему одну историю расставал. Плюс смотри, как здорово. Ну я уже почти ваш клиент, я говорю, не клиент, а партнер. Он говорит, в таком смысле. Я говорю, так вы меня сейчас действительно на Тойоте. Приусе она половина электрическая. Только пересядете на другой, небольшой, а на Тойоте, который значительно экономнее, чем ваш Приус. Вот, и будете точно так же. Давайте выбирать. Он говорит, да, дайте мне информацию, где могу познакомиться. Я говорю, да, он, да, посмотрю, будет познакомиться там, пойдет на сайт. Ну, я-то не вижу, пойдет, пойдет, не пойдет, не пойдет, каждый выбор делает сам. И последнее, дорогие друзья, по этому поводу. Смотрите, главное на стадии эксплуатации объекта. Тринадцатый пункт, последний, очень важный. Кластерная организация позволит в дальнейшем вести проектирование и строительство современных поселений, прочее он говорил, вдоль межгородских транспортных трасс, создание ленинных городов и так далее. А главное, создание кластеров, обеспечить проживание на современном уровне в этих структурах жизнедеятельности, обеспечить достойную социально-экономическую, другую, трудовую деятельность людей. Я уже об этом тоже сейчас говорил. И гарантируя, гарантируется их социально-экономическая защищенность. Через что? Это не общие слова. Ведь, понимаете, сегодня мы заселяемся в какой-то жилой район. Я простой пример пример. Мы заселяемся и начинаем торговую дорогу построить. А, не построили, построили, слава тебе, Господи. Детскую игровую площадку, о, ну, акинщики. Это кто-то делает. А мы оплачиваем, и мы не участвуем в этом бизнесе. Еще лучше, мы смотрим, нет торгового центра. С картонками надо как-то бегать, едешь домой, или куда-то ходить, или кто-то уже построит. Но кто построил, это его бизнес. Он откуда снимает? А мы сами это можем сделать. Что нам мешает? Но для этого надо копирировать. Отдельно Иванова, отдельно Маслов, отдельно Петрова это не могут сделать. Нам надо копирироваться, и только так мы это сможем сделать. Вот в чем прелесть кластеров, вот в чем прелесть сотрудничества именно инвесторов. И это позволит гарантировать нам социальный, коммерческий, потому что кроме еще акций с ковей, у нас будет акций или доли, или там токены, неважно что. Вот этих источников доходов, пассивного дохода. Мы туда вложились, мы вместе, сообща, через структуру, которую мы организовали, управляющие компании, это создали. И мы гарантировались. Потому что мы сами на себя. То есть мы не пойдем уже в другой магазин. Там, во-первых, дороже, там это дальше. Мы пойдем сюда, потому что мы знаем, что здесь экологически чистая пища. Это наш бизнес. Нас не кто-то формит какой-то ерундой, а мы себя сами обеспечим. Понимаете? Ну, очень много положительных и важных и социальных, и по здоровью, и так далее, и так далее. Детский сад точно так же. Да, мы можем надеяться на город стоять пять лет в очередь. Ребенок уже вырос, пошел в школу, у нас очередь подошла, детский сад перевяз. Понимаете? Или это, бог знает, как надо делать, частные там, какие-то деньги. Сами будем создавать родители. Это наш бизнес. Это нашего кластера бизнес. Понимаете? И этот источник будет передаваться. Это не так, что вот пенсию получил, ушел человек на другие планы своего существования в мире иной, или в иные миры. И все, от него осталась только добрая память. А тут останется еще память его благополучия, о процветании, и останется наследство, переданное сыну там, дочери, внуку, внучке. Или просто кому. Детский дом передан, как вариант, понимаете? Да и детских домов будет меньше в том времени. Вот это то, с чем я хотел с вами поделиться. И последнее. Близится время. Модули зреют. Сейчас только организационно выписаем многие вещи. Так называемые. Вот у меня есть адресный проект, основа для предпринимательства. Модуль по адресным проектам. Базовый модуль будет сначала, да. Но там будет, о чем будет речь на модуле, мы будем говорить. Создание проекта и особенности адресных проектов. Общая информация. Общая информация простая идея. Поймем, какие компетенции мне достает для того, чтобы участвовать. Как найти идею адресного проекта и точку входа в проект. Как формировать команду проекта. Как финансировать адресный проект. Но мы глубоко не будем опускаться. Просто люди будут знать, что это не. И у кого появится интерес, он пойдет. Или в команду построения. Или в инициацию адресных проектов. Или просто, значит, в каких-то организационных делах. Он просто напишет, что ему интересно. Таким образом образуется. Это не значит, что он время написал. Хотя и этот вариант возможен. Но он окажется в банке. Или, так называемое, в реестре кадров адресных проектов. И это очень важно. Причем это можно будет делать. Сегодня тоже готовится. Это тоже один пункт, который надо еще доработать. Это делать через пакеты, которые будут, с одной стороны, обучающий пакет. Или модуль обучающий. И он позволит еще, кроме того, быть в пакете. Получать обучение. Но еще бы и получать определенный залог в виде акций. Таким образом, дорогие друзья, я сегодня практически высказал вам все, что хотел сказать. Я благодарю вас за внимание. Желаю завершения лета. Хорошей подготовки к первому сентября. Тем, кому надо это готовиться. Для меня первого сентября по жизни уже я почти привык. Несмотря на свой возраст. Для меня всегда трепетно жду первого сентября. Школу пора. То есть, это уже на генетическом уровне, на генетическом уровне, как бы, в меня встроено. Чего это меня обязывает? Я говорю о себе. Это меня обязывает тому, что надо дать случиться. И это радует. Это говорит о том, что есть посыл, есть энергия, есть необходимость, есть запрос на это. В первую очередь, мой личный запрос. И я вижу много запросов с вашей стороны. Я желаю вам успехов, доброго здоровья, строй старей, спасай планету. И это нас радует. До скорых встреч. Благодарю за внимание.